Друзья, привет! Вы на канале Ганс Мюзик Скул! Вы, наверное, когда-нибудь слышали в своей жизни о таком понятии, как говнари. Кто же эти люди? Что ими движет? Что их объединяет? Что им помогает выжить до наших дней? Да, речь пойдет о пресвятых скрепах наших любименьких говнарей. Это русский рок, наше радио и фильм Брат 2. Кроме того, вы, наверное, не в курсе, что есть говнари старой школы, есть говнари новой школы. Какие же перспективы ждут наших говнарей? А являлись ли вы говнарем? А может быть, являетесь до сих пор? Об этом и многом другом вы узнаете, посмотрев это видео, само собой, до конца. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также подпишитесь на мой Бусти и Телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами Диуан Эксперт Андрей Ганс, а как грибочек. Поехали! Говнари старой школы. Немножко истории. Будем одевать говнаря, так сказать, он у нас голенький пока что. Какие основные были атрибуты говнаря? Первое. Ну конечно же, вот примерно такая футболка. Футболка с какой группой? Пуп у него здесь сосцы и пуп, да? Мы как бы закрываем их. Футболка черная должна быть, ладно. Пишем здесь, ну конечно же, конечно же, кино пишем. Кино. Вот. Ну, представим, что футболка черная. Будет такая черная. Пуп закрыли. Все. Шикарно. Далее надо обуть, правильно? Нашего говнаря. Как они обувались? Были кеды. Вот, например, да? Вот такие вот фестивалки назывались. С тремя полосками. Псевдоадидас 200 рублей на рынке стоили. У меня такие были, если что. Посмотрим, на сколько процентов мы были говнарями. Может быть, кто-то и есть. Хорошо. А були, да? Ну, как только небольшие холода наступили, да? Вот более-менее холодно. У них появлялись сразу какие-то гады. Похожие на армейские. Кстати, возможно, они и были армейские. Так что кеды мы заменяли. Они высокие, высокие. Шнуровка до верха, да? Правильно? Он еще в футболке у нас голенькой, но уже в гадах. Потому что, как говорится, ноги в тепле должны быть. Ну, так как холодно, да, уже потихонечку становится. Например, осенний говнарь у нас, да? Мы его, естественно, такую в косуху одеваем. Из такого редкого зверя, как дермантин. Ну, само собой, нужны какие-то джинсы. Рваные джинсы старые, с булавками. Очень много железа. Какие-то заклепки, канцелярские скрепки, гвозди. В общем, оденем в штаны. А то ж холодно, да. Бывает, кстати, да, с подвернутыми такими были они. Что с волосами делаем? Волосы есть, в хаотичном порядке они. Стрижки, как таковой, нет. Не было, отсутствовала стрижка. Просто какие-то грязные, обязательно грязные. Я не смогу тут передать всю грязь волос на этом рисунке. Как зря растущие волосы. Опять же, похолодало. Вы думаете, шапка? Нет, бандана. Здесь написано тоже цой, допустим. У нас говнарь постепенно уже одевается, обувается. Все прекрасно. Обязательно черные напульсники. На напульсниках должно быть написано тоже, может быть, кино. Даже ария, может быть, написано там. ДДТ. Или какой-то знак. Здесь такой знак, да. Здесь у нас вот так вот должно быть. Анархия. Есть говно-рюкзак. Также можно назвать как торба. Торба такая. Я ее отдельно нарисую. Из мягкого такого материала. Отсутствующей формы, да. Вот такая вот херня. И две тоненькие лямочки было. Торба говнаря. Обязательно на этой торбе, естественно, или какая-то тоже группа говнарская, да. Или спиковая форма, когда он достал, так сказать, с волком. Обязательно серый волк изображен был. Эта торба считалась топовой вообще, если у тебя волк. Потому что ты как бы вобрал в себя вот это вот все самое жесткое. Зубы вот это вот. Энергия, понимаете. Слюни капают. Жесткий пацан. В основном с волками только пацаны носили. Идентифицировали по половому признаку. Потому что часто еще было такое, что идентифицировать пол, особенно если сзади человек идет, было трудно. Шло два говнаря. Непонятно, кто из них мальчик, кто из них девочка. Вот эти говнарские тусовки проходили, а он был такой, как говорится, гвоздь программы, лидер вечеринки, да. То у него вместо торбы была старая, висела на тоненьком такой, на тоненьком проводке, старая акустическая гитара Бобровского завода. Самые плохие, отвратительные гитары. И до сих пор они пронесли, так сказать, все это качество и по сей день. Обязательно должны быть наклейки от бананов, потому что наклеек групп тогда еще не было. Ну еще можно было вот как раз маркером тоже написать анархия. Что характерно было для этой гитары, что обязательно должна быть порвана какая-то струна. С первой по третью. Ну часто бывало рвалась и шестая, но как бы какая разница, если ты умеешь зажимать барет, у тебя, как говорится, горы по колено. Неотъемлемой частью говнаря являлась так называемая баклаха пива или сиська. Это такая двухлитровая пластиковая бутылка пива, чтоб, как говорится, всей тусовки на всех хватило. Очка или жиги. Очко это очаковская, жига это жигулевская. И, так сказать, она вот так вот как трубка, как банка мира, так вот сказать, передавалась по кругу. В тот момент, когда говнарская тусовка с мобильного телефона громко слушала песенку своей любимой группы, у кого был громче динамик в телефоне, тот, естественно, был круче. В тот момент происходило, когда все струны на этой, так сказать, культовой говногитаре были порваны и оставалось только слушать музыку. Тут качество было не важно, важна была громкость. Итак, переходим к первой говнарской скрепе. Это русский рок. Говнарство, как массовое явление, появилось в перестроечные времена, а в 90-е же годы и в 2000-е оно укрепилось. У молодого человека не было большого выбора припкнуть к какой, так сказать, тусовке либо ты говник, либо говнарь. Само собой, у говнарей формировались враждебные направления в музыке. Кстати сказать, почему они таковыми их считали, они объяснить это, естественно, не могли. Например, поп-музыка. Они думали, что если нет живой аранжировки, барабанов, гитар, то это поп-музыка, и, естественно, это враги, это отвратительно. Хотя в том же кино была активно использована драм-машина, но им это было невдомёк. Кино — это же кино, а «Ласковый май» — это «Ласковый май», хотя, по сути, это было одно и то же. Также они люто ненавидели рэп. Рэп — это какие-то темнокожие ребята, обязательно они торгуют какими-то запрещёнными веществами, травкой, и, скорее всего, они ненавидят нас, русских, в своей Америке. Рэп у них ассоциировался с враждебной вот этой страной, со всем западом, поэтому они тоже люто ненавидели. «Мы, само собой, блатняк», «Мы же рокеры», а вот эта вся тюремная романтика нам не близка, хотя бардовская песня, откуда пошёл весь русский рок, пестрила, так сказать, вот этими смыслами, и создался такой симбиоз русского рока и блатной романтики. Но им это, опять же, было невдомёк. Также, чтобы возвысить свои группы, своё вот это движение говнарское, они ненавидели другие субкультуры, все остальные. Уже на более позднем этапе говнарство недолюбливало все новые неформальные тренды, будь то готы, эмо, скейтеры, анимешники, альтернативщики и так далее до бесконечности. То, что они не понимали, они отрицали, и вам это ничего не напоминает? А напоминает это нам то, что их ценности очень похожи на ценности гопников. У гопников, если ты выделяешься, не носишь определённую лысую прическу с чёлкой и спортивный костюм, то ты чмырёныш. У говнорей же почти то же самое, если ты не слушаешь определённые группы, да, Кино, ДДТ, Алиса, Чаев, Сплин, Наутилиус Помпилиус, Пилот и даже Ария, то ты чмы. Ну и само собой, кто плохо говорит про их любимые группы, тот враг. С чем я столкнулся в комментариях после своего ролика про говнорог? Логика у говнорей отсутствует полностью, то есть логическими доводами их убедить в чём-то просто невозможно, потому что плевать они хотели на ваши аргументы. Например, если говнорю сказать, что вот эта вот песня плохая, потому-то, потому-то и потому-то там старая ранжировка, древняя музыка, плохой текст ни о чём, псевдо-интеллектуальный, то он лишь разразится гневом и будет тебя люто ненавидеть. Если говнор не способен был понять смысл текста, скорее всего, или его реально не было, или его мозг просто это не осилил. И тогда говнор начинает симулировать какую-то умственную, интеллектуальную деятельность и говорит, что есть какой-то скрытый смысл, которому тебе, то есть мне, дураку, вообще непонятен. Вот только мы, говноре, его понимаем. Для того, чтобы чувствовать себя морально, спокойно, уверенно, говноре всегда придумали какую-то идею глубокую, светлую, большую идею. Духовность, нравственность, свобода. По факту, свобода в понимании говноря это просто бухать, блевать, где ему вздумается, и чтоб ему за это ничего и не было. Если говорить о каком-то протесте, то весь этот протест у них как раз к этим действиям и сводится. Ведь этот нонконформизм, который они называют анархизм, а анархизм они тоже не понимают и не знают, что это такое исключительно показной. Так как часто говнори бывают слишком патриотичны и великодержавны. Вообще они склонны к сотворению себе кумиров, что присуще людям с низким интеллектом. Также отсутствие логики и преданность массовым идеям. Слепая вера в свое божество вождя, будь то религиозного, политического или музыкального, помогает им жить, нивелируя возможность постичь что-то новое и стать на новую ступень развития. Им должно быть все понятно. Эти плохие, эти хорошие. Это говно, это супер. Они вообще считают, что слушать русский рок это очень патриотично. Недаром им очень понравились вот эти все названия. Наше радио, нашествие, наш русский рок. Но это, кстати, вообще не поддается логике. Где бунтарство вот это, которое было присуще всегда всем рокерам еще с древних, так сказать, рокерских времен, хоть будь то на западе. Мимо нас все это прошло. И мы имеем парадоксальное сочетание псевдо-анархизма, вот этого вот, нонконформизма и патриотизма, что вообще не мыслимо. Многие из них даже являются православными. Заправославился, так сказать, их духовный лидер Константин Кинчев, и они пошли за ним. Но и без него этого хватало. То есть вы понимаете, да, какая получается гремучая смесь. Псевдо-анархизм, патриотизм и еще и православие. То есть такого вообще трудно было представить в любой другой стране, кроме нашей. Больная тема говныря, само собой, это музыка. Коммерческая музыка. Они свято верят в то, что если они не будут слушать вот эту коммерческую музыку, то они будут идти против системы. Начиная от СОЯ, который был коммерческий проект, да, продюсера Азиншписа, который получал огромные гонорары за это. Даже если дальше коснуться ДДТ, Чай, Фалис, они все получают огромные деньги. Но говнорей, как говорится, это не смущает. Надо признать, что ненависть коммерции говнорям прививается самими группами, которые они слушают. То есть в текстах они поют, мол, это все плохо, мы вот просто вот так душа нараспашку. То есть в текстах они поют одно, на самом деле получается другое. Но говнори проникаются этой идеей и берут ее на вооружение. Тут же говнори, конечно, говорят, что на Западе это просто хреновейшая музыка, вот эта вся буржуйская музыка. Нельзя ее слушать, надо слушать наше, наше, родное. И полностью отрицают воровство материала их любимыми группами у западных исполнителей. В музыкальном плане большинство их любимых групп творчески беспомощны и вторичны. Но это не смущает говнорей. Свои убогие предпочтения они возводят в статус идеологии и считают основой личной идентичности и мировоззрения. Одно из условий фунциклирования говноря это отвратительная осведомленность в музыке в целом. Из иностранного могут знать лишь 2-3 группы, которые вообще уже знают все, то есть которые вышли на глобальный мировой уровень, там не знаю, металлика. Ну могут знать Iron Maiden, но тоже будут отрицать, что Ария позаимствовал весь материал у Iron Maiden. Они на это говорят текстом, я уделяю большое внимание, поэтому иностранную музыку слушаю редко. Я принципиально слушаю русский рок, но не могу я слушать песни всяких фашистов и тупых американцев. Но Нирвану я слушаю, Нирвану я знаю. При всем при этом большинство отцов русского рока занимались мощнейшим таким кописпингом иностранной музыки. Если б зарубежные коллеги их узнали, они бы были в шоке. Кстати, посмотрите мой ролик, почему русский рок говно. Ссылочка будет в описании, там про это есть. Но если вдруг говнарь узнает, что Цой спи***ил музычку у Кьюр, например, то его дико бомбит и он яростно отрицает этот факт и говорит, но тут же текст. Текст то есть, там то непонятно что. Еще говнари любят часто упоминать про какую-то мифическую душевность. Вот на западе все на технике, все какое-то слишком какое-то качественное звучание, непонятно вообще за что зацепиться, непонятные тексты. А у нас же вот она, вот она родная вот эта говнарская душевность. Но ни один говнар не скажет, что же такое это душевность и каковы ее критерии. А если спросить в чем же измеряется душевность, то говнарь и зайдет на что? На говно. Они обожают этот так называемый русский говнорог и готовы просто за него рвать и метать и убивать. Но правда только в интернете. Если в жизни встречаешь, то говнарь это такое существо, чаще всего очень запуганное и зашуганное. Сейчас я перечислю вам самые топовые фразы, клише говнарей. В электронной музыке нет души. А вы сами так смогите и потом говорите А ты чего добился в жизни? Вы просто не понимаете великого смысла заложенного в русском роке. Ну и валите в свою Америку. Ну и слушай свою попсу и рэп. Нельзя о мертвых плохо. Вас Бог покарает. Да ты ему завидуешь. Я бы все отдал, чтоб вернуть Цоя. Цоя будут слушать через 300 лет, а о тебе никто не вспомнит. И вот мы здесь запечатлели первую, но самую главную скрепу нашего говноя это русский рок. Переходим к следующей скрепе говнорей это наше радио. Тут само собой наше радио во главе с программным директором Михаилом Козыревым оказало огромное влияние на говнорей. Михаил Козырев сам всегда говорил, что ему важен текст, музыка для него была второстепенна. А так принято в музыке в жанре рок, что артист является проводником этого смысла. Содержание для него было важнее какой-то формы. Поэтому на нашем радио особо форма в композициях и не менялась. И отсюда и все вкусовые пристрастия говнорей укрепились с этими бубнящими текстами. Кстати, тексты тоже можно было поставить под сомнение, потому что часто, как я уже ранее говорил, что смысла в них и не было. У Михаила Козырева не было музыкального образования и вся ротация состояла из его субъективности. Просто руководствовался примитивным принципом торкает или не торкает. Его субъективный вкус, который само собой был не идеален и составил ротацию нашего радио. Тут и происходит замкнутый круг. Михаил Козырев, опираясь на свой субъективный вкус и вкусы говнорей и составил сетку нашего радио. Михаил Козырев пробовал ставить что-то более интересное по форме музыкальной, чем вот этот стандартный говнорокерский набор. Например, группу Tequila Jazz. Но это не увенчалось успехом, были нулевые рейтинги, падал интерес аудитории. Это и говорило об уже сформировавшемся вкусе говноря, который отрицал что-то новое. Другие же продолжали Митьковскую антимилитари тему, начатую Чайфом, Чижом, Пилотом, ДДТ. Например, группа Пятница, Я солдат песня. Третий пели за жизнь, водка, вот эта кухня, бытовуха. Позже создавались и новые группы, которые хотели попасть на наше радио, угождая формат. Было уже четко сформированное клише по текстам и по музыке, которое должно звучать на нашем радио. Этим и воспользовались такие группы, как Люмен и Лауна. Лауна это специально сформированный проект для нашего радио. Люди раньше играли в группе Трактор Боулинг. Это уже было более продуманное следование коммерческим интересам, так как они спекулировали на карманном протесте. Вот эти группы Люмен, Лауна, ну и уже в позднее более время порнофильмы. Но еще больше расширил и укрепил говнарство в нашей стране это, конечно же, фильм Брат 2. И перед тем, как мы начнем, у меня к вам вопрос, дилемма для обсуждения в комментариях. Как вы думаете, искусство отражает действительность или формирует ее? Другими словами, искусство впитывает в себя происходящее и выдает потом какие-то творческие результаты? Или наоборот, своим посылом формирует умы людей? В этом нам и поможет разобраться фильм Брат 2. Надо понимать, временной контекст создания фильма Брат 2 это, можно сказать, 99-2000 год. В какой-то степени я сам на себе даже ощутил, это какая-то была даже оттепель. То есть, была какая-то свобода слова. Было можно говорить, делать, что ты хочешь, слушать любую музыку. И даже вот эта ненавистная Америка и Европа в те годы нам помогала. То есть, у нас были хорошие отношения. Но часто так бывает, что фанаты сами портят впечатление об артисте, которого они слушают, ну или о фильме, который они смотрят. Искажают смысл. Получается так, что благие намерения авторов в трактовке идей фильма испорчены самими поклонниками этого фильма. Балабанов снимал комедию. Всерьез нельзя было представить, что в 99-м году Россия до сих пор считает Америку врагом и хочет ей показать Кузькину мать. Ну это же не может быть всерьез. Это же реально комедия. Такое могло быть воспринято только с долей иронии. На что, так сказать, и рассчитывали авторы этого фильма. Сомнения у того же Козырева зародились на премьере фильма. Когда мы сидели в Пушкинском с Сильяновым, с Балабановым, с Сережей Бодровым. После фразы «Вы мне гады еще за Севастополь ответите» разразился шквал аплодисментов, которые мне показались пугающими. Сухоруков, чей герой сказал эти слова в фильме, был безмозглый отморозок, отрицательный персонаж. И Балабанов именно в его уста вложил эту фразу. Но люди это приняли за чистую монету. Балабанов перенес язык народа в этот фильм. И, как мы говорили в вопросе чуть ранее, искусство начало формировать умы народа. Фильм начал формировать национальное самосознание. И речь Бодрова, самого актера, который произнес на большом фестивале в Олимпийском, посвященном фильму «Брату 2». «Будем любить нашу Родину только потому, что она наша! Спасибо!» После всех страданий народа в 90-е, да, в начале 90-х, воспринималось так, что он имел ввиду любить нашу русскую культуру, поэтов, музыкантов прошлого. Но оказалось нет, вся вот эта ненависть между странами, она осталась. И люди это восприняли как руководство к действию. Многие артисты усвоили форму, не поняв содержание. Они пишут такие же тексты, такую же музыку, не пропуская это через себя. Все очень похоже и выглядит внешне так же, как у западных аналогов. Но наши музыканты не усвоили главного, что, играя рок-музыку, нельзя быть комформистом. Да, у нас с западом разные культурные коды. У Гарика Сукачева, так сказать, рок-музыканта, портрет Сталина на груди. И какая бы ни была эпоха, пока у нас будет потребность в сталинизме, у нас не изменятся говнари, главные потребители русского рока. Круг простых интересов не даст развития и понимания музыки и в целом действительности на новом уровне. И фильм «Брат 2» как раз это и показал. Агрессия, псевдопатриотизм. Страна, как гопник, который мечтает дать пи*** другой стране и показать до сих пор Кузькину мать аж в 2000 году. Вот это все очень близко было сердечку говнаря. И самое интересное, что этот фильм смешал две некогда враждующие группировки. Это гопники и говнари. Как я вначале говорил, что говнари с гопниками ненавидели друг друга. Но после выхода фильма ко мне самые лютые прям вот гопники прибегали вот примерно с такой гитарой и просили, чтоб я им подобрал песни из саундтрека к этому фильму. Этот фильм полностью уничтожил нонконформизм, некую идентичность и обособленность говнарей, то есть неформалов и рок-музыки в целом. И объединившись с нашим радио, расширил понятие говнарь до масштабов страны. И уже было трудно разобрать, кто перед тобой гопник или говнарь. Как говорится, вязко свершилось, случилось, собаки стоят жопами. А сейчас, друзья, мы переходим к говнарям новой школы. Итак, вспоминаем признаки говнаря. Упертость, отсутствие логики, низкая осведомленность в музыке, когда поклонники защищают своего идола, не замечая реальные пруфы того, что он в чем-то некомпетентен. И да, в этой части мы поговорим о группе Психея, лично о Дмитрии Порубове и о его фанатах, как пример говнарства новой волны. Когда-то он сам люто ненавидел говнорог, наше радио, все, что с этим связанным, будучи новым явлением на нашей рок-сцене. Ну-ка, дойдут и происходят метаморфозы. Он сам медленно, но верно превратился в говнаря, не желающего видеть что-то новое и принять какие-то свои ошибки, ведя за собой фанатов. И вот уже у его фанатов полыхают пердаки, когда я указываю на какие-то его недостатки в своем видео. Ссылочка будет в описании. Их десятилетиями устраивала ужаснейшая студийная запись и также отвратительное живое исполнение его как вокалиста. Они с пеной у рта доказывают, что я не прав и ничего не понимаю. Он же глыба, он светоч, русской альтернативы. Ничего вам не напоминает? Да, это те же самые говнари, остановившие свое развитие где-то в нулевых. Они также говорят, что там в текстах какая-то нереальная глубина, хотя по факту это чаще всего набор слов шизофренический. Где-то даже, может, он хорошо подходит к песне, красивые словосочетания, но в итоге смысла там как такового и нет. Аси говорит, что плохой звук как на живых выступлениях, так и на записи. Он говорит, ну это так надо, такой сейчас андеграунд и все вообще отлично, все хорошо. С прошественным временем говнари в чистом виде потихоньку исчезают. Ну конечно, кто-то остался и таким, и по сей день, но в общей массе они выросли, устроились на работу, выбросили бандану кино и даже оцевилились, и все вот эти вот срачи перешли в интернет. Но пока такой ролик, как почему русский рок говно поджигает пердаки, и люди пишут гневные комменты, пытаясь меня задеть выражениями школьников пятого класса. Говнарство живо! Ограниченность и тупое следование идеям, псевдоидеям юности не дает им стать полноценными членами общества, музыкального общества. Говнари будут появляться в России еще очень долго. Всегда будут появляться какие-то субкультуры, новые течения, новые стили музыки, которые будут рождать на своем пике фанатов возраста 15-18 лет, позже, которые обязательно перестанут развиваться и не будут открыты чему-то новому. Ну и никуда не денутся, конечно, попойки с ором под окнами и игре на расстроенной гитаре без струны или слушанием музыку с телефонов. Изменится только сам стиль музыки. Это лишний раз доказывает, что говнарство перерождается с каждым новым поколением. Не музыка делает человека говнарем. Говнарь может слушать хоть ДДТ, хоть Аматори, хоть Моргенштерна, хоть Монеточку. Говнарю это повредить никак не может. Говнарь это состояние души, а не принадлежность к какой-то субкультуре. Просто русский рок, ну не только русский, устроен так, что он удобен для эксплуатации говнарями. Так как форма в произведении почти отсутствует, а в текстах отсутствует смысл. Поэтому оно легко для восприятия говнарями и не должно вызывать какой-то бурной интеллектуальной деятельности. Никаких интеллектуальных напряжений не требуется, чтобы постичь, так сказать, эту музыку и обрести друзей таких же фанатов. Это очень объединяет людей. Просто так бухает не комильфо, а если есть какая-то мнимая идея общности, то это другое дело. Кроме того, душу говнаря греет осознание причастности к чему-то эзотерическому, высокому, глубинной сущности произведения, порождающее гордость и чувство превосходства над другими субкультурами. Толпе и вам, быдлу, этого, конечно, не понять. Зачастую они сами являются потребителями самого массового проявления в рок-музыке, ну и также могут являться и быдлом. Кстати, можете посмотреть мой ролик про быдло, ссылочка будет в описании. Это не значит, что русский рок или фильм «Брат 2» делает человека говнарем. Просто говнарь там находит что-то близкое к его душе, такое понятное и простое. И что же нам делать, чтобы этот феномен исчез? Мы до сих пор расплачиваемся за 80 лет коммунизма. Когда система закрыта, народ варится в своем соку, деградируя. Нам нужен свободный обмен информацией между нашей страной и всем миром. И одна надежда на новые поколения русских молодых людей. победим говнарство, ребята. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этом ролике. Также подпишитесь на мой бусти и телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами был всегда ваш Диуан эксперт Андрей Ганс, а как рыбочек увидимся.